Чаще всего вина за дорожно-транспортные происшествия ложится на плечи водителей. Но бывает и так, что пешеходы провоцируют аварийные ситуации и происходят трагедии. Подробнее о дорожных авариях прошедшей недели в нашей постоянной рубрике «Дорога – территория закона». Днем 31 августа на автодороге Майкоп-Усть-Лобинск-Кореновск 20-летний житель Ростова-на-Дону, управляя автомобилем ВАЗ-21053, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Интернейшнл» с полуприцепом. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа с травмами различной степени тяжести доставлены в Белореченскую ЦРБ. Вечером 2 сентября на автодороге Майкоп-Усть-Лобинск-Кореновск 58-летний житель Белореченска, управляя автомобилем Toyota Corolla, на неосвещённом участке дороги сбил женщину-пешехода. В результате ДТП 37-летняя жительница Белореченска от полученных травм скончалась на месте. В это же время в Белореченске на перекрёстке улиц Интернациональной и Красной 20-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, на регулируемом перекрёстке при проезде на разрешающий сигнал светофора сбил пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 18-летний пешеход житель Адыгейска и 15-летний пешеход житель Абшаронского района получили травмы различной степени тяжести. Поздно вечером 2 сентября в селе Великовечном 31-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем ВАЗ-21124, на неосвещённом участке дороги сбил пешехода, находящегося на краю проезжей части дороги, справа по ходу движения авто. В результате ДТП пешеход в возрасте около 60 лет от полученных травм скончался на месте. Его личность не установлена.